это вечерние новости спасибо что остаетесь вместе с нами мы продолжаем выпуск судья федерального окружного суда соединенных штатов сопротивляется призывам коллегии и отказывается уходить в отставку полин ньюман была назначена на свою должность президентом рональдом рейганом еще в 1984 году с тех пор она является членом апелляционного суда по федеральному округу настоящее время ньюман остается старейшим действующим федеральным судьей в соединенных штатах и считается экспертом в области интеллектуальной собственности 95-летняя женщина настаивает на том что по-прежнему способны вести дела и быть такой же продуктивной как и ее более молодые коллеги недавно она подала жалобу на коллегию судей которые сомнились в ее умственных способностях и попросили покинуть пост судья также обвинила судейскую коллегию в пренебрежении конституции соединенных штатов согласно которой правом отстранения судей от занимаемых ими должностей обладает только конгресс сотрудники суда выразили обеспокоенность по поводу того что судья уже не может вспомнить как работают многие простые вещи например как утверждают коллеги женщины она не способна пользоваться компьютером и интернетом многие давние знакомые ньюман заявили о ее восприимчивости растерянности забывчивости беспокойстве и отсутствие концентрации коллегия порекомендовала женщине обратиться к невропатологу чтобы он мог в официальном порядке подтвердить что она не страдает когнитивными расстройствами ее также обязали пройти ряд профессиональных тестов до сегодняшнего дня ньюман должна определиться готова ли она выполнять поставленные передние условия однако если она проигнорирует данное решение то будет вынуждена оплатить служебный штраф убер внедряет новые функции облегчающие людям всех возрастов доступ к сервису заказа такси компания впервые позволит подросткам в возрасте до 18 лет ездить в одиночку на своем ежегодном мероприятии убер представила новую функцию учетных записей для подростков которая позволяет подросткам в возрасте от 13 до 17 лет пользоваться поездками и самостоятельно садиться в машину их родители и опекуны также могут контролировать их удаленно через приложение новая опция сегодня уже появилась в более чем дюжине городских агломераций в соединенных штатах канаде включая нью-йорк атланту даллас и хьюстон и в ближайшие недели и месяцы планируется запустить ее в других городах ранее лицам моложе 18 лет не разрешалось пользоваться убером без сопровождения взрослых убер также запускает общенациональный номер телефона для всех у кого нет приложения чтобы иметь возможность пользоваться его услугами что вероятно направлено на помощь пожилым американцам которые возможно не привыкли к навигации по смартфону кейт джонс жительница нью-йорка установила рекорд объехав 472 станции метро десятилетиями энтузиасты общественного транспорта боролись за то чтобы установить рекорд самый быстрый поездки джонс удалось совершить свое путешествие за 22 часа 14 минут и 10 секунд ее рекордное время занесли в книгу рекордов гиннеса женщина отметила что потратила месяц на то чтобы выяснить как попасть на каждую станцию с наименьшим количеством повторений и самой быстрой пересадкой ее время было немного больше чем у предыдущего рекордсмена мэтью она который в 2016 году прошел так называемый сабвый челлендж за 21 час 28 минут и 14 секунд но это было до того как открыли три новые станции метро на второй авеню верхнем и сайде джонс также пыталась установить рекорд в 2014 и 2015 годах но безуспешно после того как женщина сломала лодыжку во время скалолазания в августе прошлого года она сказала что хочет совершить еще одну попытку в тот день когда она решилась на эксперимент в ее лодыжки все еще находились две пластины и 10 винтов и на этом у меня все увидимся с вами завтра в программе пульс дня я желаю вам всего доброго и до свидания а